МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! Я только что снял маску, откладываю, обрабатываю себя от гостей чуть позже. И мы приступаем. Среда, как всегда, программа Среда с вами. И начать я ее хочу с видеоряда. Дайте видеоряд, пожалуйста. Мы тему ветеранского кладбища, как обещали, не оставляем. И сегодня на нем опять побывали наши корреспонденты и операторы. Ровным счетом за неделю ничего не изменилось. Видимо, кладбищенские начальники решили, что ну все, пульс отвязался от нас. И ему теперь... Он сюда не появится. Ребята, мы появимся. Мы будем ходить из недели в неделю. До тех пор, пока вы не выполните ваши обещания. И не уберете заросли на ветеранском кладбище. Вот, к сожалению, такая ситуация. Такова исполнительность наших служб жилищно-коммунального хозяйства. Наших муниципальных предприятий. И чего вы тогда хотите от нашего города, чтобы у нас везде и во всем был порядок, красота и так далее. Если элементарные вещи у нас уже вообще-то не хотят и не умеют, или не знают, что там происходит. Я надеюсь, что исполняющая обязанности главы города, она же у нас и по ЖКХ начальница, все же к следующей неделе наведет порядок. Мы будем возвращаться туда и возвращаться изо дня в день. А сегодня о проблемах нашего города, о событиях последних дней, крайних дней, которые были предшествующей неделе. У нас все очень бурно и интересно развивалось в городе. Очень много всплыло, знаете, такого совершенно вонючего в городе. И мы это тоже хотим сегодня обсудить, чтобы его надо как-то раздробить, промыть, кнопочку нажать, промыть, чтобы она улетела от нас и так далее. Я представляю сегодняшних гостей. Хорошо известный вам пока Игорь Борисович Симаков, руководитель партии Роста. И еще у нас председатель правления защиты предпринимателей. В общем, защитник предпринимателей. Ваши ручки, пожалуйста. Это я их обрабатываю у всех. И железный человек, это тот самый, которого на прошлой программе нам рекламировал председатель городской думы Карасев Айронмен. Айронмен, я правильно произнес? Айронмен. Айрон, айрон, стальной, железный человек, стальной, да. Айронмен, это человек, который умеет, может проплыть 4 километра в ледяной воде, затем проехать 50 километров. 180 километров. 180 километров на велосипеде, а после этого еще пробежать 42 километра. Это одним, так сказать, маршем, одной ходкой, без перерывов. Вот такой железный человек, это мало, таких людей в мире мало. Вот такого гвозди бы делать из этих людей, выделила сегодня партия Единая Россия, для того, чтобы сразиться или подискутировать с оппозицией с партией Роста. Вот. Моя роль сегодня, спасибо, нейтральная. Она и есть нейтральная всегда. Роль журналиста, слава богу, позволяет ему держаться в стороне от всяких прочих дел. Итак, господа, я не буду настаивать ни на чем, но давайте начнем наш разговор. А, да, Дмитрий Николаевич, я вас представил как железного человека, а имя, отчество их не назвал. Дмитрий Николаевич Нефедов, заместитель председателя Азовской городской думы, он же член постоянной комиссии по промышленности, малому бизнесу, предпринимательству и так далее. И партия Единая Россия, один из основных функционеров нашей городской думы. Потому что события, развернувшиеся в последнее время в нашем городе, связанные с задержанием и последующим арестом мэра, не мэра, главы администрации, возбудили общественность. И, как я уже сказал, всплыло очень много чего-то плохо пахнущего. Поэтому мы сегодня давайте попробуем разобраться, где же все же суть вещей в этом всем. Кто первым хочет начать обсуждение этих тем? Я бы, наверное, расширил повестку. Расширяй. Я бы расширил повестку на сегодняшний день, Алексей Николаевич. Во-первых, проблема связана не с арестом главы администрации, а с целой серией уголовных дел, которые в последний, например, год сильно подорвали авторитет и структуру городской власти. Ну, вообще, так говоря, по моим сведениям, у нас двое, теперь уже бывших заместителей главы администрации, они осуждены. А что, уже суды были? Суды были. Это по Белову? Нет, это не по Белову и не по Ихнову. Это предыдущие, да, это связано с липовыми инвалидностями. А, вы эти. Это липовые инвалидности, это уголовные составы, да? Ну да. И, насколько мне известно, липовые инвалидности у нас еще продолжают быть предметом интереса... Мелкие шалости наших чиновников. Да, продолжают быть предметом интереса силовых структур, которые должны следить за соблюдением законности. И нас еще ждут громкие имена. Как я слышал из числа депутатов в городской думе, там... Ну, не знаю, да, не могу ничего сказать. Я знаю, что... Ну, это не только Азовская проблема, это проблема региональная, но и Азов в том числе. Да. Это действующие заместители главы администрации, в отношении которых государство предъявило, а по одному из них направило материалы в суд, одни из ключевых распорядителей бюджета, как мы их называли ГРБСники, да? Они продолжают выполнять обязанности. Город платит некоторым из них достаточно серьезную зарплату, и они продолжают работать. И теперь вот как бы апофеоз, финал, это задержание главы администрации, его арест. Ну и потом вот эта вот мракобесная акция неповиновения сотрудниками администрации, которая произошла в пятницу. Да, мотивы понятны, наверное, их по-человечески разделить можно. Но можно ли благие дела делать в ущерб жизни, здоровью, гордой, вообще нарушая и создавая вызов всем и всякому? Предпринимателям работать нельзя, людям в больницу ходить нельзя, а чиновникам выходить на улицу можно. Это мракобесие, это вызов, это за гранью понимания, за гранью разумности. Поэтому арест это просто, на самом деле, на мой взгляд, это некий, уже на сегодняшний день даже, наверное, не самый громкий эпизод вот в том безумии, которое происходит в нашем здании под названием администрация города Азова. И городская дума в том же здании находится. И я хочу напомнить и задать вопрос Дмитрию Николаевичу о том, как это стало возможным, что господин Голубев, известный у нас представитель партии «Справедливая Россия», присоединил к «Справедливой России» партию «Единая Россия». Вы все подписали заявление, вступили к нему в партию? Нет, мы не вступили к нему в партию, но просто давайте я тогда начну с конца. Да, отсюда. Отсюда, да. Я начну с мракобесия и начну с акции неповиновения, как вы ее назвали. Давайте посмотрим на реакцию граждан по поводу ареста главы администрации. Очень много граждан, очень много наших избирателей действительно обеспокоены, потому что, давайте будем говорить прямо, Валерий Владимирович Рощупкин, он очень был толковый, есть толковый глава администрации, и его очень любят, и он сделал очень много для города, и он действительно был всегда на стороне жителей, шел им навстречу, всегда его слова не расходились с его делами. И поэтому я знаю, что население очень… Я могу сказать так, что вы же знаете, что этот митинг импровизированный, и эта акция проходила с соблюдением всех карантинных норм, и люди находились действительно на отдалении друг от друга, в масках и все прочее. Я считаю, что мои коллеги, наоборот, смогли эту, скажем так, акцию обуздать и направить ее в нужное русло, которое не позволило ей вырасти в стихийную какую-то акцию, потому что люди бы сами начали выходить на улицы и начали бы митинги. Это, скажем так, было сделано наоборот для того, чтобы это все имело человеческий облик, и было все сделано согласно сложившейся ситуации, и были проведены все меры по защите граждан. Далее. Я не спорю, что, конечно, это огромный удар, и он для меня тоже был неожиданностью, потому что я не могу объяснить, как такой глава администрации, как Рощупкин оказался, был арестован. Он, на мой взгляд, на мой взгляд, это, ну, больше похоже на какое-то, ну, недоразумение на какое-то. Я надеюсь, что сейчас пройдут все следственные действия, и его невиновность будет доказана, и он выйдет на свободу, и как можно быстрее, потому что я считаю, что и мера пресечения была слишком жесткой, потому что у него малолетние дети, болеет жена, и я не считаю, что человек мог как-то повлиять на следствие какими-то своими действиями, и мог запугать свидетелей тех же самых. Я думаю, что, надеюсь, что следственные органы все-таки смягчат меру пресечения, и он выйдет на свободу, потому что, ну, я считаю, что логично был бы домашний арест или подписка о невыезде, я не знаю, вот это уже не мне решать. Вот. По поводу чего еще, что еще сказать? Очень жаль, что так произошло. Скажите, сколько, вот многие члены партии «Единая Россия», депутаты от партии «Единая Россия» были на этом мероприятии? Вы знаете, я, к сожалению, сам не был на этом мероприятии, и я не могу сказать, сколько людей было... Ну, вы сейчас убедительно нам доказали, что партия «Единая Россия» разделяет и поддерживает правильность проведения этой акции. А у вас, кстати, митинг вы сказали. Ну, акции, ну, я, может, неправильно выразился. А это совершенно другое законодательство. Да, я понимаю. Я запрещено в масках находиться. Вообще-то говоря. Я понимаю. Вы определитесь, партия «Единая Россия», вы определитесь, вы где? Вы на митинге или на санитарной акции? На санитарной акции. У вас заместитель главы по внутренней политике, находящийся в без маски, практически в обнимку с другим человеком без маски, находится там и администрирует этот процесс. Но вы определитесь, это хаотичный или все-таки, когда люди ходят и говорят, соблюдайте то, соблюдайте это. Это когда возникает целая серия, ну, мы кому хотим, давайте перестать играть в симулякры, то есть играть, манипулировать буквами, давайте говорить смыслами и духом закона хотя бы, когда-нибудь, понимаете? Вы же сейчас то говорите, вот они там стояли на санитарной, там проходили люди, собирали подписи, там людей вытащили на эти мероприятия, там не было никакого всего. Мы об этом узнаем через несколько дней. Увидим мы всплеск, не увидим мы всплеск. Не в этом дело. Была продемонстрирована, продемонстрирована, что нам, там же интервью есть, мы работаем, мы имеем пропуска и мы имеем право ходить где угодно, да? У вас там руководители муниципальных предприятий, которые должны находиться на работе, они в это время приходят на какие-то непонятные мероприятия. А в городе за это платят зарплату. Вот чисто правовая, и там ведь составлено было 15 протоколов. А заместитель главы администрации на чистом глазу говорит, ни одного протокола, не было всего закона. А 15 протоколов? Он что, так же как и глава ни при чем не понимает и не знает, или уже он сознательно вводит в заблуждение граждан, говоря в телеэкран пульса, что не было протоколов? 15 протоколов составлено было. То есть людей вы вовлекли в неправовое мероприятие. Ну, коллеги, вы где? Вы вообще, может быть, вы по другим законам в Хамурапи живете? Вы прочитайте российское законодательство, прочитайте постановление 272 губернатора, где массовые мероприятия запрещены. Вы нарушали закон, нарушаете его и продолжаете настаивать на своем праве жить по своим собственным правилам. Подождите, но в Азове кроме вас еще люди живут. Вы их заставляете жить по этим законам, а сами их нарушаете. Ответьте что-нибудь. Так, очень хороший вопрос, и я как бы сейчас его перепасую представителю партии «Единая Россия» с таким маленьким довеском. Они, не единая ли Россия принимала законов, которые не позволяют, которые убили демократию, по сути дела, в стране. Это же ваши законы, ваша партия принимала. И, наверное, если принимали для себя законы, то надо их, по идее, исполнять. Независимо от того, как мы относимся к Рощупкину. Я отношусь к Рощупкину тоже хорошо. У меня нет ни единого пока личного основания и моих личных или журналистских наблюдений, которые позволили бы мне кинуть камень в него лично. Поэтому я заявил об этом и неделю назад, и две. И накануне его задержания, буквально в тот вечер, я с ним общался, потому что меня заинтересовало тогда, какое отношение один из глашатаев, дурнопахнущих, который откуда-то вылез и прилип в том числе и ко мне, какое отношение он имеет к мэру. Никакого, как сказал тогда мне мэр. Сегодня его позиционировали, Голубев позиционировал это плавающее на поверхности нечто, как помощника депутата Госдумы. Все подумали, что Водоладского. Я созвонился с Виктором Петровичем, тот, конечно же, сказал, что нет у него такого помощника по фамилии Зотиев. Кто врет и как, это уже другой вопрос. Поэтому, ну, говорить о том, что во время, эта акция была спонтанной, я сомневаюсь. Вы уверены, что, вот вы заявили, что вот люди вышли бы и так. Да, если бы не вышли туда провокаторы, типа, тех, которые вышли, то, я думаю, могли бы и не выйти. Вы знаете, я, во-первых, хотел вам сказать, Алексей Михайлович, большое спасибо, что вы не боитесь говорить в камеры, что вы действительно по поводу Владимира Валерьевича отзываетесь позитивно. Я очень вам благодарен, потому что сейчас нынче у нас люди любят говорить одно здесь, другое там. И поэтому спасибо вам большое. Вот. По поводу того, что сказал Игорь Валерьевич, конечно, закон надо соблюдать. Безусловно. Закон написан для нас, для всех одинаковый. И все мы его должны соблюдать. И особенно, допустим, люди, которые наделены какой-то властью. Это закон, это святое. Но тут ситуация такая, что я действительно вас заверяю, что когда только арестовали Рощупкина, люди стали звонить в администрацию, и люди стали требовать, чтобы мы провели какую-то акцию в его защиту. Я лично на своем участке ходил, разговаривал с людьми. Люди все в один голос говорят, что же это такое, что это творится. Мы не понимаем, что происходит. И администрации было принято решение не проводить ее, скажем так, вот, что как мы говорим, что это санитарная акция или какая-то была акция. просто был назначен день, когда сказали люди, если вы хотите выйти, выйдите. И вот кто захотел выйти, тот вышел. Никого за руки, поверьте мне, не тянул никто. Вообще, абсолютно. Но честное слово. Кто из вас, господа, знает, сколько участков на этой территории были проданы и кому, и почем? Давайте немножко в фактуру. Вы знаете, сколько участков проданы? Не знаю. Давайте немножко я всех, я возьму первое слово. Я не хочу своих коллег кого-то обвинять или там в чем-то, ни на какие партии ссылаться сейчас. Но я вам расскажу одну вещь. У меня был такой прецедент. Я в интернете написал пост о том, что в соцсети, в одной из соцсетей, о том, что я не согласен был, когда, ну, вы знаете слог Набата и его руководителя, когда они во всеуслышание обвиняли там всех, и администрацию, всех, всех, всех. Я написал просто внизу, ребята, подождите, идет следствие, идет разбирательство и все. Нельзя делать такие заявления. Эта компания, ну, в свойственной им манере, ну, я не буду это все пересказывать, никому это не нужно, вот, кем меня там назвали. Я решил, я сначала расстроился, а потом я подумал, подожди, друг, ну как ты, ты же должен знать, за что ты вообще сейчас будешь вообще вступаться или не вступаться, какую позицию ты должен забрать. И я, насколько я знаю, один из, я скажу так, корректно, немногих, кто туда поехал и посмотрел вообще, что там происходит в этом Петровском парке. Я приехал туда, ни с кем не договаривались, заехал, люди строят дома, строители, обычные люди, я не видел никакого... Рабочие, да? Да, рабочие. Я представился, показал удостоение, сказал, я депутат, я хотел бы, покажите мне, пожалуйста, что здесь происходит. Вы знаете, там из 30 деревьев в одно максимум, остальное это все сгнивший, сгнивший абсолютно какой-то сухостой, какие-то огромные сгнившие березы на меня произвели впечатление, какой-то все полусвалка какая-то, понимаете? Я не говорю, что это ничего не стоит, но сейчас мы все пытаемся разобраться, где же она правда, действительно. Хочется понять, что там было. Меня больше интересует, например, вопрос, был ли там лес или это какая-то сказка об этом лесе, понимаете? Вот на данный момент, то, что я там увидел, там леса и близко никакого не было. Там, ну, я не знаю, что это, это сухостой и из 30 деревьев в одно максимум какое-то из плохо-то сохранилось. Я скажу, я в Вазове прожил 70 лет, более 70 лет и знаю все про все. Там был замечательный в свое время лесхоз. А в середине его отхватил себе кусочек, тогда комбинат хлебопродуктов, элеватор и устроил подсобное хозяйство. Знаменитый своей непорядочностью Николай Иванович Котов держал там коровник, коровки и все такое. Зерно-то было на элеваторе всегда. И подкармливал себя и своих приближенных. Вот. Потом, когда у Николая Ивановича стало уже загораться, он решил продать это подсобное хозяйство. Там всего-то было соток... 790 метров. Квадратных метров. 90? 790. 798 соток. А вот. Он решил это продать. И тут подвернулась другая непорядочная компания, которую возглавляет господин Кобыляцкий. И они у него его купили. Как, сколько, чего, я не знаю, хотя я и являюсь акционером комбината хлебопродуктов. Должен бы знать, но не знаю, как они там договорились. И кто у кого, у меня точно украли, а вот у кого еще не знаю. Так вот. После этого возникла вся эта тема, на которой мы еще вернемся. Но до этого там действительно был много лет, я думаю, лет 20-25, никем не ухаживаемый лес. Лесхоз был 30 лет назад. Было полноценное там и лесники были, и все такое. И проводились там уходные работы. Потом оно было заброшено. Но это же не значит, что его статус может поменять своим решением господин Кобыляцкий или кто-нибудь еще. У него был статус городские леса, которых нельзя строить. Нельзя. Можно я пообещу, да? Да. Коллега, депутат еще молодой. Я все-таки 10 лет был депутатом. Историю эту знаю, помню. У нас на самом деле на территории города 4 земельных участка, которые называются лесами. Вы знаете, я вас удивлю, на некоторых из них нет ни одного дерева. Есть у нас такие участки земельные, где деревьев нет. Но они при этом обладают статусом леса. Если вы читали... Я слышал, что 457 гектаров у нас числится в городе. Это по площади, да. Если вы читали соглашение, подписанное правительством Ростовской области и городом Азовом, когда нам передавались леса этого лесхоза, там были условия, что это рекреационная зона, она не подлежит иной форме эксплуатации, как рекреация, восстановления, это леса. И мы должны... У нас даже в 5-м созыве, я помню, даже обсуждалась тема создания лесничества, чтобы за этими лесами ухаживать, чтобы не получилась та картина, которую вы, собственно, наблюдали. Я абсолютно согласен с Алексеем Михайловичем, это не дает повода продавать эти участки, лишая эту землю статуса. Можно было бы, наверное, их перевести в другую форму, да, передать им адекватный статус. Но тогда бы они не ушли по цене 7 рублей, да, а тем более, что, как следует с хронологией событий, эти участки сначала начали разрабатываться под строительство, а потом поменялся их статус. Потому что, если бы было все наоборот, наверное, была бы другая правовая интерпретация всех событий. Но тогда и цена была бы совершенно другая. Какая цена была, когда заплатила Мирошниченко, вы знаете, я просто не... 373 тысячи рублей, по цене 7 рублей. За 17 гектаров, 7 рублей. Вот. За квадратный метр. Я, сейчас мне пытаются чего-то там навесить, ту территорию, в Красногоровке, где сейчас кантина, где мы благоустроили половину земли и отдаем ее даром, пользуйтесь, люди, пруд, прогулка, виноградник и так далее. Дышите, отдыхайте, и люди ходят, отдыхают. Так вот, эта земля стоила в 130 раз дороже, чем вот эта, которую запулили под застройку. Если там 7 рублей, то у нас 1000. Мы, партия роста... Вот причина. Я ни в коем случае, поверьте мне, я, например, у вас, я ни в коем случае не говорю, что то, что это было в удручающем состоянии, что это позволяло там строить дома, если это незаконно. Но поймите, мы сейчас видим ситуацию такую, что начинаем смотреть, какие у кого есть вопросы к, скажем так, застройщику. Все вроде как законно, ну да? Р5. Р5, ключевое слово. Эта территория проходила по ПЗЗ, по правилам застройки. А к застройщику, насколько я знаю, сейчас пока претензии... И она относилась к категории Р5, на которой можно делать только леса и еще там такие прогулочные дорожки, велодорожки, еще что-то такое. Не более того. Земля Р4, рядом, казалось бы, на ней можно делать что угодно. Вот ту землю, которую мы выкупили под контину, там Р4, там можно делать все, но мы делаем то, что нужно... Могли многоэтажку, могли супермаркет построить, могли, имели право. Но делаем то, что делаем, чтобы было это прилично, приличным въездом в город. Это мой ответ мерзавцам, которые норовят все время в чем-то меня упрекнуть. Не найдете. Не найдете. Не, ну там красиво действительно, почему нет? Ты езжаешь бы... Подонки! Подонки находятся, понимаете? Есть, и даже, вроде, казалось бы, среди своих союзников находятся подонки... А в чем вас можно упрекнуть там? Что вы там делаете? Того, что вредит городу? Что я якобы незаконно эту землю приобрел. Да вы ее не хотели, она миллион лет там стояла пустая. Никто не хотел. Земля везде миллион лет. Да, да, да. Нет на планете места, которое бы стояло меньше миллиона лет. Она вся такая. Нет, я имею в виду пустой стояла. И Рытвенный Буяракинь. Там неудобно было строить коттеджный поселок. Иначе бы ее уже давно схавали в наши доброходы. Давайте послушаем телезрителя. Алло. 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 К сожалению. А что такое? Вроде был. Отмолчался. Давайте, Алексей Михайлович. Давайте дальше. Вопрос дальше. Давайте, давайте дальше. Другой вопрос. Вот я хочу затронуть тему, и чтобы мы с вами ее внятно рассудили. Вот Рощупкин. Вот команда его. Только вот на мордике к ней подходить. Вот. Давайте-ка посмотрим. Предположим, вот Рощупкин организовал всю эту аферу. Если это окажется аферой после решения суда. Почему? Хотя на самом деле, скорее всего, было наоборот. Почему команда его не остановила? Я задал простой вопрос неделю назад. Две недели. Чьи визы стояли на всех документах, которые были подготовлены к осуществлению этой акции? Где эти люди? Почему они не сидят у Рощупкина в той же камере, возле параши? Те, кто его под это подвел. Я допускаю, что Рощупкин мог допустить слабость. Мог допустить маленькую слабость, когда ему сказали его товарищи, что вот некоторым работникам нашей администрации представляется шанс построиться, улучшить свои условия жизни. Никаких особых нарушений мы тут не допустим. Давайте сделаем. Мы знаем, кто купил участки и кто еще собирался купить там. И что это, и почем, и так далее. Это все выяснится вследствие. И я надеюсь, что мы получим в итоге возвращение Рощупкина к нам с извинениями. А вот тех, кто это все готовил, вот я так понимаю, что там была архитектором Исматулаева в тот период, да? В тот период, да. Наида Исматулаева. Вот я вас, депутата городской думы, у вас есть такие полномочия. Прошу, запросите список, перечень людей, договора, вернее, копии договоров, которые купили там землю. Сравните, я сейчас закончу. Сравните этот список со списком людей, вышедших на акцию протеста. Можно я отвечу на вашу вопрос? Сравните, я сейчас закончу вопросы. Сравните этот список, вернее, расширьте этот список ближайшими родственниками. Потому что есть интересанты, которые оформляли на кого-то из родственников эту землю, выводили родственников на акцию. И вас эти сравнения убедят во многом. Я первый был, извините. Я хотел бы еще такой вопрос, мне очень интересен. Хорошо. Вы мне сейчас очень подробно объяснили касательно категории земель Р5. У нас есть, как мы все знаем, Росреестр, Кадастер. Куда смотрели эти ребята? Можно вот тоже... Я же этот вопрос и задаю. Вы не ответили на этот вопрос. Да, вот вы... Дело в том, что эти структуры не проверяют суть сделки. Они ее регистрируют. И по своему функционалу, если вы смотрели регламент работы, вы подаете полноценный пакет документов, и они его регистрируют. Они не проверяют, правильно вы продали эту землю, вовремя ли вы ее продали или нет. Вы пакет документов подали, он соответствует по содержанию и полноте. Они регистрируют. Это их задача. Это ладно, регистратор. А что касается запроса, вы знаете, я вас расстрою. Я такой запрос уже делал господину Карасеву, когда был депутатом. Я получил, что это не предмет интереса главы города. Главы города неинтересно, кто из сотрудников администрации по удивительно низкой цене приобрел участки в этом. Но эти люди, по моим сведениям, сотрудники ДИЗО и архитектуры, непосредственно участвующие в таких подготовке документов. И они же убалтывали расчетки. Поэтому, конечно, когда люди говорят о том, что он не при чем, его подставили, ответьте на вопрос, а кто же его подставил? Скажите, кто подставил? То есть у вас есть вся полнота. Вы, Дума, вы контролируете администрацию. Времени по этому поводу уже больше 8 месяцев. Кто подставил? Мы точно подметили. Сейчас в городе, особенно усилиями Голубева и его товарищей, создается такой фон, что там все хорошо, там все правильно и все по-честному сделано. И не виноват никто. Вот это то, чего нам сейчас всем азовчанам навязывают. Я же сторонник версии той, что пусть следствие пройдет, Расчупкина с извинениями освободят или предупредят или приговорят, допустим, там, к какому-нибудь штрафу. А вот те, кто его убеждал, что нам надо улучшить нашим людям, нам и подарок, а мне это нарушение. Вот это все окружение его. Да, царь хороший, окружение плохое. В этом случае я верю в эту версию. Я знаю Расчупкина с хорошей стороны. Узнаю с плохой, поменяю свое мнение. Сейчас пока нет. Я не флюгер, который меняет мнение. Сегодня он пристегивает к себе партию «Единая Россия». А завтра он... А, нет, это вчера было. Он пристегнул партию «Единая Россия». А сегодня от нее отмежевался и начал дружить с коммунистами, что ли. Я не пойму его. Не важно. И наша аморфная, аморфная, вялая городская дума, которая, к сожалению, я должен констатировать, партия «Единая Россия» мало на что способна в нашей думе. Где-то чего-то в кулуарах якобы обсуждается, но на пленарных заседаниях ничего не происходит. Я хочу дать сегодня фрагмент небольшой из заседания городской думы, когда один из депутатов долго и недолго, две с половиной минуты говорил, при этом учил людей правильно выражаться, как же он сказал, пунктуательно и орфографические ошибки делать. И при этом 13 раз за две минуты употребил слово «блин». Посмотрите. А потом председатель городской думы от растерянности не мог слово вымолвить. Посмотрите этот фрагмент. Накипело просто, блин. Вот мы тут сейчас только что обсуждали Елену Александровну Байер по поводу ее неэтичного поведения. А почему мы не обсуждаем неэтичное поведение человека, который подал на нее заявление, чтобы мы его обсудили? После выборов, блин, я не знаю, сейчас начнут кто-то, может быть, говорить, что это не доказательно и тому подобное. Но многие видели эти фейки или не фейки, как там они, я с интернетом не очень хорошо дружу. С его странички вышло, блин, вот тут я кину огород, фу, камень в огород Единой России, блин. Почему она тогда вообще промолчала? Он назвал всех избирателей, которые проголосовали за членов партии Единая Россия дебилами, извините за выражение, блин. Другое. Человек, который говорит, что у него два высших образования, в каждой фразе делает как минимум пунктуальную и орфографическую ошибку. Ну это же уже просто смешно. Ну, поэтому, тут бы это как бы, на основании, к этому нужно готовиться заранее, примерно, на голосование. Да, вот так, дорогие друзья, к этому надо готовиться. А когда вдруг врасплох застает вопрос, даже на заседании Думы председателя, кроме как Э, МЭ и БЭ, он что-то не мог ничего сказать. Партия Единая Россия, которая возглавляет и подавляет все, что вокруг нее образовывается в нашей городской думе, высыпается каждый день, в каждом заседании на двух несчастных коммунистах, которых они как только не топчут, а они живучие оказались. И так далее. Я думаю, что нам есть о чем поговорить в смысле организации деятельности городской думы, как органа, который управляет городом коллегиально и возглавляет его глава города, высшая должность, то лицо в городе. Послушаем, что люди говорят. Опять сорвались люди. Так вот. Вы сейчас будете потом, как вы будете вообще людям в глаза смотреть? Вот скажите, вы же знаете, что есть ли там люди аффилированные с администрацией, либо с какими-то судебными, государственными, либо контролирующими органами? На что он мне ответил, вгляя в глаза, что нет, никого там нет. Это обычные горожане-азовчане, которые взяли ипотеку, которые продали свою недвижимость, которые вложили сейчас деньги в строительство, находятся в ужасном положении из-за того, что сейчас это все могут отобрать у них. На что я задал вопрос. Как в России будет обстоять вопрос с институтом права? Они же уже собственники и добропорядочные приобретатели. На что мне ответили, что это никому не известно. И люди могут оказаться, что все их накопления будут сейчас в каком-то подвешенном состоянии. Они все живут, насколько я знаю, на съемных квартирах, строят там дома. И это, конечно, тоже, это обычные наши сограждане. И что сейчас, что делать с этим? Как вы считаете? Ну, думаю, что Зотев, мягко говоря, лукаил. Ну, первое. Он всегда врет. Ну, давай, называй вещи своими именами. Во-первых, концепция постановки, которая опубликована на сайте компании Петровский парк. Ее, на самом деле, компании такой не существует. Ну, имя такое коммерческое есть. Там написано, что компания сама все строит. Люди не строят. Ну, инвестируют. Да, они инвестируют. То есть, на самом деле, и дома там, ценовая категория достаточно хорошая. Не очень уверен, что вот это многодетные, которым не дали, которые в поле. Что это вот совсем уж такие нищие люди. Можно я буду чуть-чуть вставлять капельку? Вот так. Он, добавлять просто. Он мне сказал, что там дома строятся только от 86 до 140 метров. Что больше домов не строится. То есть, да, это политика застройки компаний. Я хочу просто разобраться, я хочу сам понять, насколько это все правда. Понимаете? Ну, так поймите, запросите договора купли-продажи земельных участков, которые проданы, пятисуточные участки, проданы по 110 тысяч рублей. Очень смешная цена за такую землю. Да, но он утверждал, что это из-за того, что дома... Да, они придумали эту версию, что там якобы нет коммуникации, они там есть. И архитектура, и те люди, которые получили там участки, имеют достаточно серьезные связи и контакты для того, чтобы сделать очень недорого коммуникации, подвести, подключиться, потому что они там лежат. В свое время газ мне, когда труба проходит прямо через мою землю, мне выставили за газификацию, прямо вот у меня на земле труба вот так идет, мне выставили за газификацию 6 миллионов рублей. Это какой-то вообще, это какой-то на заграни зла. А потом, а потом, когда в это дело я вмешал сперва одну прокуратуру, потом другую, оказалось, что это стоит 59 тысяч рублей. Совсем в 100 раз. Поймите, вот у них какая-то магическая цифра, все делать в 100 раз. Я бы на самом деле хотел бы все-таки сказать, что вот эту историю, кто там что купил из администрации, из архитектуры, у нас есть информация. Мы ее довели до органов следствия, мы запрашивали Думу, чтобы Дума провела, как контрольный орган. Мне ответили, что это вообще не предмет интереса для Думы, есть более важные дела. Но я бы все-таки решил, что раз уж следствие возбудилось, они, наверное, установят всех эти лица. Я бы хотел все-таки узнать у вас, что вы думаете. Кто же подставил главу администрации? Кто? Тот злодей или группа злодеев, которая подставила человека, и он сейчас сидит в камере СИЗО? И мы за него болеем, как за человека, как за семьянина, как за молодого перспективного в свое время руководителя. Кто же подставил? Дума по этому поводу сегодня эту тему поднимала? Комиссия есть. Ничего они не поднимали, они все темы отпустят. То есть есть предмет интереса следствия, не будем вмешиваться. Но вот вы утверждаете, его подставили. Ну как, это слэк в пятницу. Подождите, Дмитрий Николаевич нам сказал, что он поинтересуется, что он добьется, чтобы ему предоставили... Дмитрий Николаевич сказал... Людей, которые купили там участок. До эфира мы... И их родственников. И их родственников. Он куплен на родственников. На родственников, да. И слово... Вы понимаете, я не могу... Вы же знаете, идет следствие. Я не могу утверждать ничего. Я не могу говорить, подставили, не подставили. Я здесь сейчас хочу... Я пытаюсь сказать одно, что глава администрации на самом деле хорошая. И что его вины в этом Петровском парке... Мало. Меньше, чем ее фантазируют. Да, чем ее фантазируют, гораздо меньше. Во всяком случае, он должен понести ответственность наравне с теми, чьи визы стоят под всеми этими документами. Вот, по поводу того, что кто все это согласовывал, это абсолютно логичный, нормальный вопрос. Естественно, все хотят знать, кто пропустил эти все документы. Естественно. Ну, я вам скажу. Была такая пояснительная записка перед тем злополучным голосованием 18 июня 2018 года, когда Дума проголосовала за перераспределение земельных участков. Мало кто помнит эту пояснительную записку. Там было написано, что по поручению главы администрации, по инициативе ДИЗО и поручению главы администрации, отдел архитектуры разработал эту схему. И она была реализована, в результате которого возникло это уголовное дело. То есть, сначала была инициатива ДИЗО, потом было поручение главы администрации, и после этого архитектура сделала. Это документ. Вот, когда люди говорят, мы уверены, мы знаем, он хороший, прочитайте документы, для начала. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Ой, как плохо вас слышно. А вы отойдите и говорите со мной по телефону только. Хорошо, я прям вас вообще не слышу. Что ж такое-то? Ну, задавайте ваш вопрос, мы вас прекрасно слышим. Добрый вечер, участники немалого эфира. Добрый вечер. Вы и так, Надик, покажите, что вы слышите. Я бы хотела заявить, что Игорь Борисович говорит неправду. Так, здорово. То есть, в акции участвовали простые люди. Весь цвет города Азова. Интеллигенции, врачи, учителя, обычные люди. И мы не видели, я непосредственный участник, я видела это все своими глазами. Сколько их было, по вашему мнению? ...депутата Единой России, которые бы управляли этой акцией. Это ложь. Что? Нисколько. Мы вообще, вообще никто не организовывал. Единая Россия не проводила. Это точно. Понятно. ...возили эту акцию общественные организации города Азова. Какие? Назовите. ...чет ложь. Назовите, какие. ...чет. ...возили эту акцию. ...возили эту акцию. Она не слышит. Понятно. Плохо кто-то со связью у нас, ребят. Что-то у нас... У нее фониво там. ...и со звуком, и со связью сегодня беда. Это какие-то злые происки врагов. На букву З. Так, господа. Давайте все же вернемся к нашим баранам. Мы сейчас пытаемся определить, кто виноватие. Я думаю, следствие покажет. Позиция сторон очевидна. И... Вернемся к Думе. Вернемся к Думе. Можно я тогда? Я парирую. Вы же пятый, шестой созыв. Четвертый, пятый. Да, еще пятый, шестой. Вы были депутатом Городской Думы. Вы принимали все эти решения. Вы поднимали руку, так же, как сейчас. Я поднимаю за, против. И вы все это видите. Вы же, если вы тогда видели, что происходит какая-то несправедливость, и что вы считали, что это незаконно, почему вы не подали тогда какой-то депутатский запрос, протест какой-то, заявление, в конце концов, в органы прокуратуры, в органы надзорные, попрос, чтобы они разобрались, как вы сами принимали. Вот я еще раз скажу. Я не согласен с позицией не тех, кто говорит, что никто ни в чем не виновен, никто не с теми, кто говорит, что все воры, я хочу иметь свое мнение. Для этого я сейчас, я говорю, я съездил в этот, посмотрел этот участок, я посмотрел, я сейчас смотрю документы, я читаю, я слушал этого Зотева, я задавал ему вопросы, не потому что я ему поверил, а я хочу разобраться. Вы сейчас этому подонку накручиваете популярность. А вот такая... Я не накручиваю, я это единственный человек, который выступал перед нами по поводу этого участка. Потому что другого не нашлось такого, который бы оголтело врал везде, вокруг себя. Весь город знает, что Игорь Борисович очень въедливый и очень достаточный, самодостаточный человек. И очень, мы все здесь прекрасно знаем, что Игорь Борисович знает себе цену и умеет свою позицию отстоять. Почему вы конкретно тогда, когда принимались эти законы и вносились эти поправки, и эта земля шла с молотка, как вы утверждаете, почему вы конкретно не встали и не сказали, я в этом не участвую? Например, так даже. Можно ответить? Да, конечно, естественно. Я задаю вопрос. Дмитрий, хороший вопрос. Вы знаете, на самом деле, вот это 324 постановление вообще про другое. Вот я, когда узнал, что на него ссылались, сослались в решении об отчуждении леса, я его поднял. А за что же мы заголосовали? За что я поднимал руку? И я выяснил, что мы голосовали за совершенно другое дело. В пояснительной записке, которую мы нам приложили к этому проекту решению, было сказано, что для восстановления лесов к этим участкам давайте проголосуем и присоединим 790 квадратных метров. И мы вот за это, и это был адрес Победы 20. И мы голосуем за расширение лесов с целью их восстановления по адресу Победы 20. И потом, когда я в ноябре или в декабре месяце выясняю, что оказывается, именно это решение, интерпретированное как разрешение на продажу, я дал показания и предоставил документы следователю АБ Позовского ВД. То есть я заявил об этом активно, и я пульсу сказал, что я считаю, что это мошенничество, моим голосом воспользовались, и теперь я участник этой мошеннической сделки, как голосовавший якобы за отчуждение. Я этого не делал. Есть пояснительная записка, я на нее ссылаюсь, я ее только что процитировал, частично кто и как там докладывал. И эта тема, подплаченная группой на БАД, получила раскрутку, там энергичные люди. То есть я свой гражданский и депутатский долг... Вы свой гражданский долг выполнили? Я выполнил и... Абсолютно выполнили. Поэтому я и об этом и публиковал, что впервые депутаты стали отвечать за то же, что они голосуют. Благо Богу. Я с ваших слов понял, что вы в ноябре это сделали, правильно? Ну когда я узнал об этом, я как только узнал и начал делать серию запросов. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Шесть месяцев. Почему государственные органы не нашли никакого состава преступления за полгода? Ничего подобного, вы глубоко сомневаетесь. Мне было сказано... Может, там нет ничего? Подождите, подождите, подождите. Ничего подобного, все нормально. Когда мы... Ну вот я беседовал, беседовал же не только я. Там был депутат Потаков, депутат Чеха, депутат Голованев. Там много было депутатов, которых опрашивали. Я также беседовал со следователем, который, да, заявил и сказал, что они усматривают это. Но там же очень много субъектов. И там проходила продажа. Поэтому, на самом деле, это очень большое дело. Там очень много папок. Это вопрос скорости следственных действий. То есть, эти же вещи, это же не понос. Сразу взять и выбросить. Мы знаем нашу систему. Понимаете? То есть, то, что следствие... Алло. То, что... Да, сейчас. Можно задать вопрос? Да, задавайте. Прямо сейчас, да? Прямо сейчас. Меня зовут Алла. Я, во-первых, хочу сказать, что люди на улицу выходили. Не... Их не заставляли. Я там не была. Я просто уезжала. Но если бы у меня была возможность выйти, я бы вышла. Но вопрос не в этом. Я хочу задать вопрос господину Семокову. Как связаны вот эти все события в многодетстве? Вот эти все земли, которые сейчас отстаиваются, я плохо соображаю. Политию не опросить. Но у меня много друзей и родных, близких многодетной мамочки. Мои знакомые, хорошие, многодетные говорят, что нам обещали эту землю, как многодетным. То есть, вот на Петровском... Этого не было. Да. Все. Отвечает Игорь Борисович. Насколько мне известно, эту землю ее многодетным не обещали. Землю многодетным выделили гораздо раньше. Собственно, с них вообще-то начался скандал. Ну, с них начался скандал, да. Это было, ну, собственно, это было инициировано. Когда общественные организации узнали, что земля рядом с тем участком, который выделен многодетным, без коммуникации, без ничего, который подлежит там, ну, огромным инвестициям, чтобы там что-то возникло, участок рядом с лежащими коммуникациями выделен под коммерческую застройку, они обратились в администрацию с попыткой прояснить ситуацию, а можно ли все-таки удовлетворить многодетных семей города Азова. На что получили совершенно, конечно, отказ. Среди общественников есть люди, которые достаточно хорошо разбираются в земельном законодательстве, начали выяснять всю вот эту вот темную историю, выплыли вот эти неприглядные факты, связанные с наличием этого поселка Петровский парк в нескольких территориальных зонах, что грубо противоречит действующему законодательству. Оказалось, что это еще и леса городские, которые вообще не подлежат реализации. Вопрос возник, почему многодетным это не разбирают по дешевке какие-то люди. Поэтому, да, если бы, ну сейчас, знаете, трудно говорить об истории, если бы, что было бы, но случилось то, что случилось вот сейчас. Вот такая идея, давайте попробуем. Ну, мы все-таки продуманы должны. Эти участки, которые сейчас застраиваются, изъять, но их приговорят к сносу, суд решит сносить. Давайте договоримся просить суд изъять, отдать многодетным, а тем, кто там получил эти участки по 110 тысяч, за эти деньги с доплатой дать там, где многодетным предлагали, поменять. Все равно уже деревья вырублены там. Ну, это волонтаризм. Ну, я понимаю, но по справедливости. Ну, царь пришел. Это по понятиям. Это по справедливости было бы. Это леса. Пришел царь. Их сначала надо вывести из статуса лесов, и потом ими распоряжаться. Бюрократ вы, Игорь Борисович, вывезти, завезти. Вот сказал, я въеду, я по закону. Вот они и вывели, все перевели и все. А по-честному, по-справедливому, забрать сейчас все там, что они настроили, и отдать многодетным. А их туда, и пусть строятся. Ну, подождите, туда люди, там часть людей добросовестные приобретатели. Они оттуда разберутся. Они инвестировали деньги. Мы же, кстати, этот вопрос так и не ответим. Знаете, куда они побегут? На другие лакомые места в нашем городе. Таким образом, многодетных можно... Алексей Михайлович, ну там же есть добросовестные приобретатели, нормальные люди. Там вообще все 100% пока не объявлено иное. Да, да, добросовестные приобретатели. И мы сейчас, получается, что мы же не можем сказать, мы с вами хорошие, а он плохой. Нет, мы в результате судебного решения получим, я предсказываю, я предсказываю, я такая, как ее, глоба, я предсказываю, что будет судебное решение, которое обяжет земли вернуть в Р-5, снести все постройки и обязать застройки, восстановить земельные, посадить деревья и все такое. Вот, собственно говоря, это стандартное решение, которое в подобных случаях происходит. Я бы этого не хотел, чтобы так происходило. раз уж начали, то пусть бы людям, только людям, которые заслужили это, многодетным и так далее, которые в очереди стояли, а их прокинули туда, до хутора Зеленого, выкинули, а сюда посадили своих. Я тоже считаю, что нельзя ни в коем случае это все сносить, потому что это уже, скажем так, уже началась застройка, началась, это наши же здесь будут земляки. Ну, в Москве, в Ростове пятиэтажные дома сносили. Это понятно, я говорю про другое, это же наши азовчане, они же кто-то, если там 100 участков, пусть их нарежут по-другому, их там 120, 130, я не знаю, будет. Это же наши люди, которые будут там жить, которые будут потом радоваться, смотреть, будут вам звонить на этот телефон и говорить спасибо вам, Алексей Михайлович, огромное. Мне спасибо скажут, те, кто реально там, будет по-честному. Но когда я вижу, что там купил участок этот мерзавец, ну, мне уже все, я готов все за рычаги бульдозера. Так вы конкретизируете, кто это? Это тот самый, о котором вы все время долбите. Он залез туда и отстаивает свою, и заодно, и примазывается ко всем, кому угодно. Алло, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые присутствующие, я хочу сказать, ко всем присутствующим в суде я отношусь в большинстве уважения, но конкретно Игорь Борисович сказал, он сегодня не прав на недостоверную вещь. Никто никому не сгонял. Вот на акцию, которая прошла 22-го, люди действительно вышли сами по велению... Да, ребята, слушайте, товарищи звонящие, про акцию речи нет. Получился спонтанный акт народного возмущения, или его спровоцировали подонки, это не важно в данном случае. Он прошел, проехали. Реакция там будет, протоколы, мотоколы, все такое. Мы говорим о другом. Я тоже занимаюсь бизнесом, в том числе строительными проектами. Я знаю, как иногда инвесторы заходят, когда инвестор хочет построить новый микрорайон, например, или какой-то жилой мастив, несколько жилых домов. Вот приходит в администрацию и говорит, уважаемые коллеги, я хочу сделать вот такой проект. Окажите меня, пожалуйста, за действие, сделайте так, чтобы это все максимально было законно и средно. Когда вы говорите, что там в этих участках почти кто-то говорит 100 миллионов рублей, кто-то говорит 300 миллионов рублей, но это неправда. Это земля без коммуникаций, без подведенных и без каких-либо, скажем так, вложений со стороны мэрии, она не слышит ничего практически, ее стоимость ноль. Ясно. Дорогой мой, дорогой мой, вы представьтесь мне, представьтесь мне, пожалуйста. Я знаю, что появились такие люди, которые построили там в институте и поселок, чтобы люди поддерживались. Дорогой мой, как вас зовут? Как вас зовут? За что мы сходим сейчас нашему главу? Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Григорий меня зовут. Григорий меня зовут. Значит, мы с вами договорились, вы не теряйтесь только, пожалуйста. И вы заявили, что эта земля, этот лес стоит ноль. Тогда вы берете на себя обязательство вернуть мне 7,5 миллионов рублей, которые я заплатил за еще более худшую землю в Красногоровке. Договорились? Ну, не скажите, я знаю, где консультант находится, но это другая. Какая? Какая? Другая? В 130 раз дороже бесхозная Р-4. Поймите, все, с вами бесполезно разговаривать. Вы 7,5 миллионов и приходите. Вы говорите о том, что 17 гектаров проданных за 300 тысяч, земель ровных, чистых, только с лесом или без леса, стоят дороже, чем вот та разруха, которую я взял. Я расскажу. Сейчас все, дорогие друзья, меня достали. Я сейчас должен приступить. На вас не долетит. Первое. Всякая мразота пытается меня упрекнуть в том, что я где-то в чем-то нечестен. Так вот, дорогая мразота. Ты мне задаешь вопросы о том, что я должен к тебе прийти и тебе доказывать, что там все честно. Я это сделаю. Сразу после закрытия карантина, ровно через неделю, я собираю большую тусовку. То есть все желающие понять, где, чего, когда и сколько я украл. Где, чего, когда и сколько было куплено, продано и как я заработал свои деньги. Пожалуйста, ровно через неделю после снятия карантина, чтобы я мог видеть лицо и чтобы я мог поговорить с человеком. И я отвечу на абсолютно все ваши вопросы. Единственное только. Мне нужно будет это все доказывать, показывать и рассказывать. Вход будет платным. Для мерзавцев, для мерзоты, 10 тысяч рублей. Для остальных граждан поменьше. Вот на это шоу, где я буду рассказывать про то, где я чего не крал, а они придумают миллион возможностей, что я должен был там украсть, там украсть, везде. Так вот, это тебе, мразь, я заявляю. Приходи, но только за деньги. На этом я закончил. Спасибо. Можно я скажу? Да. Я представителю полномоченного по защите прав предпринимателя выражаю восхищение Алексеем Михайловичем, который даже на защите чести и достоинства пытается себе заработать. Это настоящий предприниматель. Настоящий предприниматель, который ведет свой бизнес честно на протяжении 30 лет уже. Первая частная телекомпания России, Пульс, который в этом году отмечает 30 лет своего существования. И я его главный редактор все это время. Да, у вас день рождения со мной в один день, 30 августа, я почитал. Да, 30 августа у нас рождение Пульса. 90-го года, да, я почитал. Может, мы закончим о прошлом, поговорим о будущем? Давайте о будущем поговорим, правда. Про Дону, про город. А вот спросим сейчас у людей. Алло, алло. Можно говорить? Говорите. Добрый вечер. Добрый. Можно задать вопрос Игорю Борисовичу? Игорь Борисович, как ваша деятельность общественная, взятанная, взятанная, что в организации как на вас? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какие подписи у вас в Центре здоровья ставили на задетные? Под какими документами? Еще давно, до вот этой ситуации с Ращупкиным. Мы просто вместе ходили со своей подругой, мы обсуждали на задетные, а нам на задетные, которые борются за свои земли. Ответьте, пожалуйста, такой вопрос. Под какими документами они ставили на задетные свои подписи именно у вас в Центре здоровья? Спасибо. Слава Богу, хоть не про акцию не стали говорить, а то что-то мы как будто это акция, это все, что произошло в городе. Как я связан с Набатом? Я считаю, что это новая общественная организация, некоммерческая, которая, я не помню, я давно живу в Азове, дееспособная, наполненная реальными людьми, с реальными историями, которые тратят свое личное время на защиту общественных интересов. И я считаю, что обязанным поддерживать эту организацию, если могу, имею возможность, я помогаю деньгами и помогаю с тем, что могу. Поэтому я поддерживаю организацию, хотя не являюсь ее членом. И партия Роста, наше городское и местное отделение, а также ее поддерживает и принимает посильное участие. Я, вот сейчас не могу сказать, какие документы, я помню, что к нам обращалась Набат с просьбой оказать содействие в сборе подписей. Мы предоставили офисы медицинского центра здоровья, когда они собирали подписи, по-моему, касающиеся вот этих земельных участков, которые выделили многодетным. И мы предоставили им эту площадку, возможность, поскольку мы работаем 7 дней в неделю, у нас достаточно большой трафик. И я не вижу в этом ничего особенного. И мы помогали, и будем помогать Набату и иным общественным движениям, организациям, если считаем правильными и нужными их деятельность. Вот. Я считаю, что Набат им скоро, им уже был год. Это достаточно эффективное общественное объединение, которое было бы целесообразно масштабировать и в других территориях, там, где это возможно. Я знаю, что Батайск изучал этот опыт. Хорошие ребята, они защищают не свои шкурные интересы, они защищают город. Вот. Тратят на это личное время. Большое им спасибо за это. Помогали и буду помогать. Я поддержу репликой своей мнения Игоря Борисовича, потому что Набатовцы, понимаете, вот я уже говорил об этом. Ребята, давайте судить людей по делам. Вот я, например, знаю, на нем вроде как ничего, ярлыка не прилепишь, пока не копнешь. Чуть-чуть глубже, там можно накопать все, что угодно. Я про того же персонажа. А он и помощник депутата, и активные деятели, и при чем, и все такое. А в Донбассе что творил, это другое дело. Я не сторонник судить людей по биографии. Там сидел, лежал, стоял. По делам. Я вижу дело. Набат сделал дело. Набат продолжает делать дело. И судить я буду по делам, по тем реальным, честным, порядочным деяниям. Хотя иногда у них так проскальзывает всякое. Они же не идеальные. Перебирают. Нет идеальных людей. Хорошо, что хоть эти есть у нас. И это реальная сила в городе, которая направлена на оздоровление ситуации. У нас не получилось, чтобы здоровую атмосферу в городе выстраивала правящая партия. Не получается так. А что скажет партия? По поводу Набатта? У меня они... По поводу Набатта, но они меня там... Я не знаю, мне не нравится. Я тогда скажу так, мне не нравится их слог. Я постараюсь... Я когда говорю... Грубят. Да, когда я что-то говорю некорректно, я говорю, прошу простить за мой французский. А тут они даже не извиняются. Они просто... Я считаю... А так, я не готов сейчас какие-то говорить за, против по поводу этой некоммерческой организации. Ничего не могу сказать по поводу касательно... Кто действительно сидел, стоял. Это уже другой вопрос. Я согласен здесь абсолютно. Вот. Что это не показатель. Вот. Но то, что им нужно как-то стараться людей не оскорблять, это я здесь... Ну, надо быть немножко по мячу. Ну, вот, например, есть такие люди, по отношению к которым я не могу сдерживаться. Понимаете? Так нет, вы сейчас говорите, но вы же не сказали ни одного такого слова, которое нельзя простить было. Ну, да. Они же так оскорбляют. Ну, они действуют. Я по деяниям. Я отвечаю на дела. Понимаете? Вот он мерзавец и делает мерзкие дела. Был бы он мерзавцем, не терял он мерзость. И я по нём не говорил. Пусть бы он там где-то был. А он мерзавец и дела его мерзкие. Вот. Вот тут я ничем не могу помочь. Поехали дальше. Поехали дальше. Алло. 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 Да, здравствуйте. Вы тоже были на митинге, да? А можно спросить, кто скажет, какие конкретные дела делает организация НАБАД? Очень интересно. Вот кроме, конечно, того, что они поливают гадость в тюнинешний власть, нет. Просто интересно, действительно. Какие конкретные дела делает НАБАД? Вы знаете, мы, наверное, через недельку пригласим их к нам в программу. И они расскажут. И поговорим. Это было бы очень интересно. И поговорим с ними. Вот. Какие конкретные. Здесь у нас, для нас сейчас конкретное дело очевидно. Они раскопали и заставили наших правоохранителей, инертных и ленивых, и каких бы там ни было кого-то, заставили заниматься этой темой. И эта тема приведёт к тому, что в городе станет немножко честнее жить. Я можно вернусь... А, вы хотели... Да, пожалуйста. Я хотел вернуться назад немножко к Думе. Я просто хотел по поводу... Вы сказали, вы там двух этих несчастных коммунистов прессуете. Ни в коем случае настолько у нас... Это вам скажет любой депутат абсолютно. Настолько мы уважительно относимся к нашим коллегам из Коммунистической партии, что никогда не позволяем себе никаких высказываний, никаких... Не позволяют. Может быть где-то кулуарно, но на заседаниях никогда... Всегда очень уважительно мы относимся к нашим коллегам. Касательно Йоя Михайловича Голубева, он нас тоже матюкает, извините, по-всякому, ругает. И поэтому, я не знаю, он никак не относится к нашей партии абсолютно, если честно. Ну, он же сказал, что партия «Справедливая Россия» и «Единая Россия» это теперь одно и то же. Мы друзья-братья, а я главный. А за три дня до этого он сказал, что когда на одной из комиссий все проголосовали против его предложения, он сказал, я первый раз вижу, что «Единая Россия объединилась с коммунистами». Это было. Проще обсуждать погоду, это более стабильная вещь, чем Юрий Михайлович. Это точно. Ну, ладно. Я скажу лишь одно. Я хотел, пытался сделать так, чтобы вот здесь на этом месте сидел он, Юрий Михайлович Голубев. Но, к сожалению, мой разговор, я полдня до него дозванивался позавчера, в понедельник. Потом, когда я дозвонился на словах «Приходи ко мне в эфир, будешь ты и я и Симаков», он, у него вдруг сломался телефон, и последующие двое суток был сломан. Кто только и по моей просьбе не звонил, не пытался и через редакцию, и через типографию, куда угодно до него добраться. Ну, сломалось все вокруг Юрия Михайловича. Вот на словах «Приходи», и он ответить не смог. Ну, вот так получилось. Продолжим? Да. У меня вопрос. Коллеги, депутатам. Я перестал быть депутатом, но как бы не потерял интерес к городским проблемам. Депутаты это навсегда. Наверное, всегда. Скажите, оцениваете ли вы эту ситуацию как реальный вызов власти? И не считаете ли вы, что с учетом вот всей совокупности, когда государство в лице нескольких прокуратур, это и природоохранная, и другая, предъявили ключевым фигурам администрации города Азова претензии, которые дошли уже до суда, а некоторые закончились судебными разбирательствами. Не считаете ли вы, что глава города не справляется со своими обязанностями и будет правильный и честный, если он подаст в отставку, потому что, ну, не получается у него. Ну, вот, не получается. Город влез в долги. Глава в СИЗО. Замы под следствием, под судом. Другие уже осуждены. Не считаете ли вы, что пора рассматривать этот вопрос? Может быть, что-то в консерватории подправить? Сегодня на городской думе не состоялось, не прошло предложение обсудить эти проблемы. Ну, потому что, да, и ничего не происходит. Замазываются, замалчиваются, митинг вот этот не получил оценки, да, его все называют митингом. Кто-то пришел добровольно, кто-то нет. Ну, то, что он был организован и спланирован, это понятно, да? Спасибо, хоть нам подсказали. Вы понимаете, мне непонятно, почему Единая Россия не стала обсуждать это под предлогом, что давайте дождемся выводов следствия. Вы что за дума такая, господа? Вы городская дума, вы народные избранники, которые должны раньше всех эту тему взять, обсудить, сделать какие-то выводы, что-то куда-то написать, вступиться за того же мэра своим постановлением, единогласным решением. Имеете право, мы будем доказывать давление на следствие. Не оказывайте давление на следствие, высказывайте свое мнение. Вас для этого выбрали. Мы обязательно заступимся за мэра. Мы, я с вами согласен. За мэра не заступитесь, за главу. За главу, да, за главу администрации. Мы заступимся за Владимира Валерьевича, потому что, еще раз, я скажу, что я, действительно, я депутат только в год, но я слушаю всяких, слышал много разных мнений из разных источников, из разных партий, из разных уст, скажем так, и они все совокупно говорят одно и то же. За последние 30 лет это лучший мэр в Азове. Ну, то, что я говорю, то, что я слышу. Вот, это первое. Второе. Мы не стали сегодня обсуждать вопрос только из-за того, что мы боимся сейчас обсуждать этот вопрос, поскольку мы посчитаем, что мы просто не подготовлены к этому обсуждению сейчас, понимаете. Мы сейчас с вами здесь обсуждаем все хорошо. Ну, это начали вчера на комиссии, вы обсуждали, уже были какие-то выводы. Нет, комиссию сажайте на сутки, пусть обсуждает. Сами заседайте сутками, обсуждайте тема, достойная того, чтобы все бросить. Тема очень достойная. Я задал вопрос не про человека, не находящегося под следствием, не в СИЗО. Я задал вопрос о руководителе, главе города, который... Я приду к этому, да, и я обязательно отвечу на ваш вопрос. По поводу... Я имею в виду главу города. Глава города. Главный. Я не Карасева имею в виду, я имею в виду главу города. Вы имеете в виду Рощупкина, Владимир Валерьевича. Или Карасева. Глава города у нас... Глава не главная. Ну, мы слышали, как он бегал и мекал. Ну, это частный случай, скажем так. Да, это не вопрос. Это не вопрос, он был озадачен, возможно. Я говорил о том, что у нас последний... Как только глава города стал главой города, я говорю, о Карасеве. Как только он перестал ходить на работу, занимаясь городскими делами, а преподает в школе. Как только он получает зарплату в муниципальном учреждении образования. Как только он главу администрации, с которым он подписал контракт, воспринимает как своего руководителя. То есть потерял свою аутентичность, как высшее должностное лицо. У нас появились долги, у нас появились уголовные дела, судебное преследование, в результате которого глава... Хороший человек, которого подставили, сидит в СИЗО. Вы оценку додавать будете высшему должностному лицу? Вы даже, вот видите, у вас даже в сознании возникла путаница, кто же высшая. А в уставе написано вот так. Вы не помните, я знаю, что глава города Азова и что Евгений Владимирович Коросев, и все это прекрасно понимают. Вы вопрос-то говорите? Да, я сейчас приду к этому, ну пожалуйста, дайте мне секунду. Все, вымокаю. Я этот, я, просто мы настолько все сейчас озадачены судьбой господина Рощупкина, что это, наверное, сидит в голове и проходит лейтмотивом в любой беседе и в любом вопросе. Поэтому я так немножко запнулся, наверное, вот. По поводу, Евгений Владимирович, по поводу его преподавания в школе. Ну, насколько я знаю, он хороший директор школы, его лучшей в городе считается, и все у него порядок полный. Он прекрасный преподаватель. Да, вот, он, на это он, вопрос этот закрыт. Мы о главе города говорим. Избирательная комиссия в его школе работает четко, надежно, со стопроцентной. Со стопроцентной, да. Я, кстати, это был мой участок, я, мой оппонент был Илья Шорин, я, и мы от партии Роста, я, вот сейчас скажу, диполикт, корректную, скажем так, фразу, но я, когда он проиграл, я сказал, если бы я не был членом, ну, если бы я не был в Единой России, если бы я не был, сам не избирался, я бы проголосовал за тебя. Это я ему сказал. Вы парень хороший, и все, он достойно вел свою политику. Спасибо. Партия Роста была на высоте. Мы пока Росева. Да. Если бы там не была партия Единая Россия, то люди, скорее всего, избрали бы его. И этот, и партия Единая Россия, вы не сказали ни одного плохого слова про меня, это было очень приятно. Единственное, что написали, что это застенчивый кандидат, который забывает всем сказать, что он в партии Единая Россия. А так все было очень корректно. Вот. Так что было приятно. Мы не знали, что вы не член партии Единой России. Да, но это не важно уже сейчас. Это уже важно. Сегодня членство в партии, это важно Да, я не член России Торректное ведение предвыборной борьбы Совестливое Тоже достоинство депутата У нас, к сожалению Рядом с вами там сидят Очень многие, кто Получил мандат Я настаиваю На ситуации политического кризиса Политический кризис По поводу политического кризиса Евгений Владимирович Я когда узнал этого человека Я никогда до этого не встречался С такого уровня дипломатом И с такого уровня Руководителем Такого, скажем так Скажем так Такого Разумного И такого Долгосмотрящего Назовем его так, далекосмотрящего Поэтому я, если честно От всей души считаю, что Карасеву Евгению Владимировичу Уходить с этого поста Не нужно Это я заявляю Потому что Это его место Он занимает свое достойное место В этой думе Я считаю, что Благодаря ему Эта дума Я не буду своих коллег Кого-то пытаться обидеть Но бывает такое, что у нас Начинаются какие-то Разногласия И он очень хорошо все сдерживает И очень грамотно Руководит всей этой думой Почему же так все происходит-то Что сменять-то будем тогда Всех оставляем Все хорошие Ну почему же так плохо Ёлки-палки Что же делать-то А, терпеть Нет У нас не получается Мы все хорошие Вы потерпите Авось рассосется Алло Алло Да, мы вас слышим Алло Мы вас слышим Здравствуйте Меня зовут Света Я просто хочу сказать Что Если честно Мне лично Все равно На вашего Ну, простите Не ваше На Карастева Все равно На работников администрации Вообще Побаривано на всех Положи Ну, звони Ну, звони Нравится Нравился Мне будет нравиться Расчеткин Потому что я его С молодостью еще Парни Ставлю С порядочного Хорошего Человек И мне плевать Останется ли Карасев Останется ли Заместитель В администрации Спасибо Вас нечезаву Я не знаю Как его Дмитрий Не знаю По отчеству Вы очень были Интересны Сегодня Коррекции В первый раз В сфере Вот Я хочу сказать Я выражаю Личное мнение А вот скажите мне Скажите мне Пожалуйста Всего вам доброго Спасибо Скажите мне Пожалуйста Повисите на трубочке Повисите Да 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 Вы из телевизора Слушайте Лучше бы вы по телефону Говорили Да Скажите мне Вы Вот вам Карасев Моросев Кто угодно По барабану А Рощупкин Красавец А если его Окружат Еще более Отвратительные Личности Чем те Которые Сейчас Подставили Его Под это Дело Вам Будет Все Равно Я думаю Я думаю Что он Будет Более Осторожный И Будет Наверное Уже Сам Выбирать Себя Заместителей Спасибо 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 Правильная Тема Правильно Вы говорите Что Да Действительно Короля Делает Свита И вот В данном Случае Свита Сработала Очень Неприлично Плохо Паскудно Встаньте Рядом Ребята Те кто Подписывал Визировал Документы Пойдите Сейчас туда Возьмите Там Соберите Мыло Зубную Щетку Узелок И пойдите Скажите Мы Причастны Сажайте Нас Рядом С ним Не пошли Никто Все пытаются Все накинулись Доказывать Что это Честная Была Сделка Да Бросьте Ребята Ну какая же там Честность Ну ради Бога Так Господа Меня интересует Что вы думаете Чем все это Закончится Вы первый Как Ваш прогноз Вещая Кассандра Кассандра Вы у нас Да Я Надеюсь Что Я считаю Я это Заявляю Прямо С экрана Телевизора И считаю Что Владимир Валерьевич Должен быть Дома Пока идет Следствие Ни в коем случае Нельзя его содержать Под стражей Поскольку Еще я повторюсь У него Это достоверная информация Здесь никто не будет Я думаю Надеюсь Не будет никто Противоречить этому Что у него болеет Супруга И Ей требуется Операция У него двое Малолетних детей Я сам Отец У меня Две дочери И вот сейчас У меня жена Родит еще третью дочь У меня будет Три дочери Вот Я понимаю Что это такое Сейчас оставить мою супругу Допустим С детьми Это ужасно И я не знаю Возможно ли это Чтобы он вернулся На свой пост Но я считаю Что по крайней мере У этого человека Не будет сломана жизнь Судьба его Поскольку Я еще раз скажу Это С этого Голубого экрана Скажем так Мне бы Это хотелось сказать Что я общаюсь Со своими избирателями Я общаюсь с людьми И очень Очень Большое количество Людей Говорят о том Что Они Этого мэра Любят и уважают Главу администрации Я извиняюсь Я оговорился Прогноз Мой прогноз Баба Ванга Я Баба Ванга Я Вангую сегодня Учитывая Мое впечатление О ситуации То что Эта сделка Очень похожа На ту сделку По которой Сегодня Материалы Переданы Сегодня На днях Были переданы В суд В отношении Господина Юхнова Я полагаю Что В городе Будет Другой голова Администрации И об этом Надо уже сейчас Думать Я считаю Что У города Должен быть Другой глава Города Более Человек Который Менее связан С обыденными Вопросами Связанными С руководством Школой Надо его Делать Самостоятельной Фигурой Потому что Все началось С того Когда мы Поменяли Устав И сделали Из главы Города Общественника Вот мы Получили то Что на Общественных Началах Мы потеряли Леса Мы потеряли Несколько Земельных Участков Мы потеряли Хорошего Человека Мы не обсуждаем Я хотел бы Отстраниться От обсуждения Людей Как личностей Мы обсуждаем Сейчас Должности Евгений Карасев Прекрасный Руководитель Великолепный Директор Школы Рощупкин Хороший Человек Я его знаю Как депутат Он был Депутат Моей комиссии Вопросов Нет Мы говорим О функционале У нас уже Был хороший Человек Мэр До Бездольного Забыл Фамилию Все Говорили Лесняк Но мы помним Что такое Было при Лесняке Городское Хозяйство Давайте думать О функционале О рабочем месте Вот я Полагаю Вангую Что будет Глава администрации Другой И об этом Надо думать Здесь мы подобрались К интересному Хорошо Что вы напомнили Про Лесняка Лесняк был Честный человек Он Не работал С областью Так Как Нужно Должен работать Мэр В условиях Того Общества Которое Вы построили Во главе С Единой Россией Вот То есть Он Не был В части У областных Начальников Не ездил Просить Отвозить Договариваться Ну мягко Я мягко говорю Вы сами понимаете О чем идет речь И именно Поэтому Город В течение Четырех лет Был опущен Ниже Плинтуса И у нас И мы еще Помним Когда Пришел Бездольный На первые Недели Появился Здесь Губернатор Чуб Который Сказал Я очень Виноват Передозовым Я Слишком Много Ему Задолжал То есть Мэра Лесняка Опускали И опускали За Честность Рощупкин Находил Какие Это Спесобы Как-то В этом Всем Уживался И не очень То ему Помогала Городская Дума И партия Единая Россия Он Сумел Удержался Четыре Года Сохраняя Вот Поймайте Это Действительно Как говорит Путин Между Сцилой И Харибдой Это Надо И отношения С верхними Властями Поддерживать Чтобы Что-то Было И Здесь Быть А Правоохранители Они Ребята Серьезные Так Вот Я Теперь Ты Вангуешь Я Глоблю Глобая Вижу Что Вижу Глоба Вижу Что В конечном итоге Очень надеюсь Что следствие Следствие Разберется В том Кто Реально Что Это Он То Что Он Сделал И Если Он Сделал Скорее Всего Сделал От доброты Ну Как же Так Владимир Валерьевич Ну У нас Вот Люди Есть И И Они Надо Заботиться Им Надо Помогать При Таких Маленьких Зарплатах Кого Вы Заставите Работать Вот Песни Я Пою Условно Приблизительно Вот То Что Ему Пели В этом Деле Что Там Да Он Обещает Кобыляцкий Обещает Давать Дать Участков Столько Нашим Людям Давайте Вот Вся Администрация Улучшит Жилищные Условия И Все Будет Здорово Вот Примерно Таким Образом Его Избили С толку Я Продолжаю Верить В Его Порядочность И честность У меня Так Вот Получилось По жизни Что Когда Господин Кобыляцкий Старший Отец Ныне Покойный Царство Ему Небесное Был Выброшен Отовсюду Был Такой Перевод В его Жизни Вот Я Его Позвал Подобрал И устроил Вот Здесь На работу Он Мне Он У нас Работал Замом По Кап Строительству Пульса И Строил Мне Дом При этом Прорабствовал Мой Дом И все Такое Да Был Такой Период Потом Он Ну Я не буду Говорить Ничего Его Сын Наверное Знает И да И многие В городе Знают Как он Сделал Карьеру В городе Азове Другой Пример Приведу Если Помните То В Азове Был Такой Человек Который Пидораса Назвал Пидорасом Сказал Что Это Какая Гадость Написал В анкете На американском Предприятии Его Даже На центральное Телевидение Таскали Это Костя Ольховой Сейчас Работает Директором Контины И вот Если Что-то Случится С Рощупкиным Я Его Приглашу Я Его Позову Со мной Работать Я С ним Смогу Работать И Будет Это Не Дай Бог Чтобы Это Было Я Хочу Чтобы Он Остался На том Месте Где Он Есть Вот Поэтому Я Верю В то Что Сложнейшая Проблема Которую Он Не смог Не сумел Решить Кадровая А кадры И короля И свиту И кадры Решают Все И этого Он Решить Не смог Нужно Ему Помочь А кто Поможет Дума Скоросевым Нет Не поможет Надо Я Я На месте Того Что Вот В этом Политическом Кризисе На месте Городской Думы Проголосовал Чтобы Все Ушли В отставку И назначить Новые Выборы Думы Это Было Бы Честно И Справедливо Что Вы Ребята Довели До Такого Города Что Пол Половина Начальников Сидят А Вторая Еще Сядет Ну На этом Мы Завершаем Нашу Программу Может Да Уже Все По Короткому Слову Каждому Мне Очень Понравилось Спасибо Вам Большое Будем Приглашать Еще Если Вы Единая Россия Наконец-то Решила Ходить Я Беру Всегда Трубку И Готов Пройти Отлично Один Депутат У нас Есть Мне Понравилось Что Люди Активно Звонили Так Не Всегда Бывает Мне Очень Приятно Что Люди Стали Просыпаться И Стали Интересоваться Тем Что Происходит Выборок Ты Видишь Чем Они Мы На Акцию Вышли Это Акция Мы Правильно Правильно Сделали Любое Воле Извеление Народа Молодцы Правильно Судьба Главы Очень Всех Волнует И Поэтому Люди И Звонят Поверьте Мне Я Слышно Что Это Люди Каждый Говорит Тот Что Его Волнует Понимаю Потому Что У нас Анонимно Вот А Давайте Задавала Вопрос Чем Занимается Набат Я Звоню Мичурин Сосли Насколько Мне Известно В Набате Сейчас Сергей Погорелов Он Также Проживает Мичурин Сосли Вот И Все Дальше Скажут Чем Он Занимался В свое Время Он Воровал Трубы Резал Трубы И Продавали То же Самое Мешали Стоп Стоп Давайте Тогда Представляться Полностью Вы Кто Если Вы Бросаете Обвинение Вы Должны Открывать Свою Инкогнито Вы Бросили Обвинение Погорелов Воровал Трубы Да Не надо На личности Не надо Каждый Вот Я Всю Передачу Не первую Пытаюсь Убедить Представьтесь Пожалуйста Что Не надо Кто Ну Будем Надеяться Что Это Правда Так Вот Так Биографию Расскажут Вот И Тот Так Вот 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 Так А До Этого Когда У нас Был Конкурсный Управляющий Вы Спросите У него С Кем Он Был И С Кем Он Был Понятно Так Вот Дорогие Мои Мы Еще Раз Получаем К Вам С Вами Вот Так Вот Отношение А Кто Он Так Понимаете Как До Будем Смотреть На Того Кто Говорит А Если Это Сказал Сейчас Путин То Мы Приняли Это Как Истину В Последней Инстанции Губернатора Там Начальника Все И Побежали Исполнять А А Если Это Сказал Человек Который Вот Такой То Мы Ему Не Верим Потому Что Он Плохой А Факте О Деле О Деле Речь Людмила Ивановна А Скажите А Из Апостолов Все Были Ангелами Или Там Тоже Были Люди Которые Оступались А Потом Прозрели А Я Говор А 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 Набат 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 Подняли Тему Воровства Земель В городе Они Минутку Минутку Я же Поэтому И говорю Это Они Неправильно Сделали Что Подняли Эту Тему Правильно Сделали Ну Пусть С себя Начинают Не надо Начинать С себя Я Что Вижу То И Поднимаю А С С Н Начинаем Вот С Него Начали Вы Пожалуйста Мы Зададим Им Это Пословиц Много На Этот Счет Но У меня В основном Неприличные Я Не Зачищаю Какой-то Молодец Я Высказала Своё Я Понял Я Понял Я Понял Вас Да Вы Сказали Своё До свидания Алексей Михайлович Нужно На Бат Приглашать И на 5 часов Вас ждать Женщина Убеждена Что Должен Быть Абсолютно Кристально Честный Человек Тогда Ему Можно Упрекнуть Кого-то В Воровстве Я Думаю Вот Если Вы Вас По голове Там Кто-нибудь Ударит Кирпичом Вы будете Спрашивать У него Ты честный Или не честный Ну Здесь Вы правы Абсолютно Ничего Не могу Сказать Ну Вообще Всегда Было Сказано Судите А человек И по делам Его Это Было До Нас И Сейчас Вот Второе Насколько Мне известно Не все Апостолы Канонизированные А обладали Исключительной Биографией Честности Вопрос же в том Как человек Сейчас себя ведет Что он делает Сейчас Разделять надо Конкретные Конкретные дела Обвинения Воровство Труп На Мичуринце Воровство Труп На Мичуринце Пожалуйста Заводите дело И расследуйте его Пусть идет по нему Тот Кто хочет На меня Он пытается Что-то там Нагадить По поводу Красногоровки Кантины Вот Пожалуйста Беритесь Занимайтесь Но за деньги Я буду денег Требовать Платить Я буду отвечать Вам все Но за деньги Пожалуйста Ребята Делайте Делайте И не смотрите Кто там Чего и как Вот эта мысль Которую я пытаюсь Провести много раз Она все время Натыкается А он сидел Шесть раз Ну и что Что он сидел Он отсидел Он отсидел А потом вышел И сказал Вон Я вижу Воровство Потому что Опыт есть И то Хорошо Понимаете Так Все Дорогие друзья На этом мы Закончили Спасибо вам Эфир Мне сегодня Понравился Было бодро До свидания Кстати Первый руководитель Советского Бородка Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует